я вас приветствую друзья этим видео решил открыть новый плейлист новую такую серию который я обещал под названием мистические истории ну может быть я даже и все-таки отдельно сделаю на плейлист именно про нло как вы уже понимаете из названия но пока наверное мистические истории почему мистические потому что тема нло как и тема там снежного человека как и тема ну многое очень не буду сейчас система перечислять они все равно относятся к разряду мистических недоказанных предполагаемых потому что вроде бы много много фактов но конкретно вот таких вот залезобетонных я так как доказательств не существует поэтому общество делится на людей которые этим фактам верят которые не верят который считает это photoshop не photoshop там выдумка не выдумка охота за какой-то сенсации ну ради коммерческие прибыли неоднократно всегда говорил хотя меня кстати всегда удивляет когда вот этот аргумент в наше время в капиталистическое время когда капитал превалирует над всем что вообще самое главное это прибыль у кого-то пенять что человек ради денег какие-то сенсации там делает вбросы и так далее ну каждый как это зарабатывает как может и если это хорошо продается эти сенсации почему бы их не продать ну не знаю ладно это горит отдельная тема для разговора я уже говорил что в моей жизни было наблюдение неопознанных летающих объектов давайте так скажем но к сожалению это было очень давно не было фотоаппарата не было видео тем более это было в таком до армейском я бы сказал возрасте там было лет 15-16 я видел и так называемый светящийся шар ночью не знаю что это и куда ну и видел всевозможные вот эти летающие звездочки с расходящимися кругами как нам потом объясняли что это якобы это запуск метеоракет ну возможно так оно и есть но сегодня я хочу поговорить немножечко о другом а фотографии уже дневной которая меня немножечко удивило и на которой есть неопознанный летающий объект эта фотография где-то четырехгодичной давности насколько я помню сделанное в поле я фотографировал просто ну пейзаж облако красиво вы увидите все очень красиво а когда посмотрел начал изучать то графту заметил что там оказывается на фоне облака есть какой-то объект изначально я конечно подумал самолет потом ну начал делать другие выводы в принципе вывод у меня есть некий ну об этом наверно в другой раз давайте мне все-таки было будет будет интересно что скажете вы по поводу этого лу а это действительно неопознанный летающий объект вот ведь у нас что входит в понимание неопознанный летающий объект люди обычно сразу думают если ну а это значит корабль инопланетян не так и ну а это любой объект который летит и который не опознан ну не нельзя его динфицировать так вот приглядываясь и ну четко понимая что это и вот у меня есть такая фотография вот давайте сейчас к ней перейдем и вы поймете о чем я говорю вот эта фотография сразу можно заметить что она сделана достаточно четко резкость очень хорошая очень даже видны вот мелкие детали очень они так получились хорошо камешки он известняка на дороге видны травинки то есть достаточно качественно четкая получилась фотография и облака здесь тоже очень хорошо получились и вы теперь глядя вот на этого фотографии наверное понимаете почему меня привлекли вот внимание эти облака чем они привлекли мое внимание безусловно но на мой взгляд очень красивый пейзаж получился осень я очень яркий осенний такой красочный и вот прямо на фоне облака есть некий неопознанный летающий объект изначально я его естественно не видел потому что я еще раз стою это фотография умышленная них чего здесь не старался ловить от просто посмотрел на облако фокусировался на этом облаке постарался чтобы резкость была максимально хорошая это сфотографирована на самсунговский планшет кстати и сделал фотографию и от по удивительному стечению обстоятельств ну если вдруг кто не видит я вот могу обвести вам кружочком на фоне облаков прямо центре этой фотографии появился вот такой неопознанный летающий объект сразу хочу вам сказать что это однозначно не самолет потому что никаких звуков самолета не было и ну самолетом все равно оставляет некий след и было бы видно и я бы его слышал то есть это точно не самолет я конечно потом размышлял раздумывал ну что же это такое что же это может быть и пришел к определенным выводам на мой взгляд объясняющим возможно что же это за объект который попал на эту фотографию но еще раз повторяю я решил сделать немножко интригу мне сейчас вот интересно услышать ваше мнение интересно почитать ваши комментарии ваши выводы будут ли они совпадать с моими выводами и что увидите вы в этом неопознанном летающем объекте а это безусловно можно считать нло поэтому но видео получилось конечно не очень длинная наверное но что-то поделать давайте это такая вводная будем сказать в тему вводный ролик такой может быть в эту тему потом я попробую посмотреть уже на другие моменты изучить это с других сторон посмотреть факты я не уфолог сразу хочу сказать но я верю в существование каких-то неких неопознанных летающих объектов насчет инопланетные или не инопланетные это уже отдельная тема но то что действительно периодически люди видят объекты которые нельзя опознать и идентифицировать это безусловно так поэтому жду ваших комментариев может поставить и лайки ну тем самым поможете продвинуть этот ролик может быть привлечь внимание других буду крайне благодарен ждите других роликов на эту тему я наверняка это продолжу в том числе и с привязкой группе дятлова обязательно конечно а на этом могу только сказать как обычно до новых встреч друзья